Всем привет! Всем здравствуйте! Оля из Тампера, из Финляндии. У нас вот такая красивая погода. Ну и мы с Кеюшкой направляемся в центр Тампера. В этом видео будет и сэгенхенд, и сумочки, и посуда, и украшения на Рождество. Пожалуйста, смотрите. И посмотрите, идет армия из детского сада, по 4 человека, и вот так замыкающиеся. Ну и в Финляндии детей снимать нельзя, но так как я близко не снимаю, лица не видно, это никакая не проблема. И вот идет мой сосед с собачками только. Я снимаю с мая видео в воскресенье, и она нахваливает этих собачек. Ну какая милота! Да, всегда вот так люди идут с собачками здорово махнуть крылом, махнуть рукой. Ну и центр Тампера. Всегда показываю вот так. Все в шаговой доступности. Тут у нас Ильвис, тут у нас шоппинг-центр. Вот это все, как говорится, обойдете на своих двоих. Если в Тампере вы приезжаете, ну и центральная улица это Хаминка, то я называю как Старо-Невский проспект. То есть все можно обойти с Токменсокос. И сейчас вот такая погода. То есть, конечно, снег есть, где живу я, в спальном районе, но в центре вот так. То есть, конечно, хорошую обувь нужно иметь, не скользкую. Хоть и посыпают песком, но все равно местами может быть скользковато. Ну и старый кирпич, Красный город. Я показываю это много раз. Хоть новое и строят, но все равно старое не ломают. То есть, старый вот этот исторический центр, он есть. И, конечно, Красный кирпич это признак Тампера, вот этого завода. Ну и, конечно, многое теперь ремонтируют. Вот этот дом тоже какое-то время назад был упакован. Все красиво отбелили, открасили, поменяли и так далее. Конечно, красивое. И вот это здание на Хаминкаду тоже очень красивое. Там наверху есть сауна, бар. То есть, если тусуетесь летом, конечно, вот так на крыше отдыхать самое то. Ну и мы пришли в Стокман. И какое мое разочарование от Стокмановской витрины. Всегда приезжали люди в центр Тампера посмотреть витрины на Рождество. Да, в Хельсинки показали витрины, конечно, шикарные. Ну, в Тампере, в моей деревне, витрина, вот такая метр на метр. Да, тетенька накроет одним местом. Но, с другой стороны, все, я прекрасно понимаю. Экономия должна быть экономна. И вообще мне показалось, что вот эти мягкие игрушки собрали из какого-то секонд-хенда. Ну, украшено красиво у входа. Сразу вот такой Крисмас. Ну, и сейчас эта новогодняя музыка орет, просто заглушает. И я поднялась на последний этаж в секонд-хенд. Я про это рассказываю, когда показываю сумасшедшие дни. И многие сказали, Оля, почему вы не показали? И здесь у нас Минам Парико сразу ее известные вот эти туфли. Да, конечно, бюджетный шоппинг, 127 евро эти туфли стоят. Ну, и Минам Парико закрыла свой дизайн, но все равно производит еще обувь. Ну, и здесь у нас, конечно, должно быть все в шикарном состоянии в этом секонд-хенде. Здесь у нас от Нансо вот такое платье. Все по цветам. Здесь я сразу у входа. Вот это белое, кремовое. И, конечно, пиджачок под Шанель. Обязательно покажу, сколько стоит. И сумочки тоже здесь ей присутствуют. 45 евро, но это наверняка кожа. Вот такой пиджачок под Шанель. Да, фирма эта никакая не бюджетная. 24 евро. Ну, недорого, недорого. И это бомбер. Здесь вот такая золотая молния. Все должно быть чисто, если вы свои вещи отдаете в этот секонд-хенд на продажу. И, конечно, все должно быть вот такое, что действительно люди придут и купят ничего рваного, грязного. То, что нужно стирать и штопать. Я думаю, вот так я общим планом пройду. Ну, и, конечно, финское мне хочется показать. Здесь у нас Нансо, Маримеко и так далее. Ну, и вот Маримеко хоть и старая, но посмотрите, цены. 39 евро. Вот эта кофточка от Маримеко. Футболка у нас тоже Маримеко. Это у нас папа, кружева. Ну, и, конечно, трикотаж этот весь от Маримеко. Здесь тоже платье от Маримеко. Ну, и это известный принт тоже Маримеко. Вот весь стендик собрали вот этого финского. Ну, здорово, кто фанатеет от Маримеко, придут, как говорится, и купят. Вот эти брюки тоже были очень в хорошем состоянии. Может быть, действительно какая-нибудь высокая стройная девушка придет и, как говорится, купит. Сумочки тоже очень милые и в прекрасном состоянии. Да, много раз люди покупают вот это эйфория шопинга. Ну, а потом пытаются расхламлять свой гардероб и понимают, что ну куда. И здесь у нас Ритва Фалла. Вот это известная финская. И здесь у нас фирма Николе, которая находится в Пиркало. И вот эти кофты обожаю я. Это кофта от Марко Поло. Вот это водопад. Здесь нет ни крючка, ни пуговицы никакой вот такой, чем это прицепить. Вот эти кофты водопад обожаю я. Имею несколько штук. Они всегда выречают. Да, все по цветам. Красивый магазин, что говорить. И здесь так вкусно пахнет кофе и булочка. Здесь на последнем этаже кафетерия. И рядом с кафетерией сделан вот этот секонд-хенд. Да, конечно, все мы прекрасно понимаем. Теперь кафетерия есть две штуки на первом этаже. Многие не хотят подниматься на последний этаж. И вот это место осталось невостребованное. Поэтому сделан вот такой магазин. Большой отдел бижутерии, большой отдел посуды. Ну и, конечно, много обуви. Да, обувь тоже люди много раз покупают на какой-то на праздник, на свадьбу, на именины. И остается ненадеванное после одного раза. Ну куда, ну куда, ну просто некуда. Ну и вот этот золотой пижмак тоже я обратила внимание. Думаю, о, вот это красота, красота. И здесь у нас мином парика, известная модель ее туфлей. Вот с этими ушками. Туфли 42-го размера, 110 евро. Тоже, видно, кто-то покупал на свадьбу, на именины. Вот раз были одеты. И, как говорится, куда их складывать. Ну и много блеска. Все прекрасно понимаю. Рождество, Новый год. Ну если за 10 евро вот такое можно купить. Ну народ, а почему нет? Даже если раз было надевано, можно опять отдать на благотворительность. Или отдать в тот же секонд-хенд, чтобы это продалось. И вот посмотрите, такую органзу на какие-то рукава. Если у вас есть платье без рукавов. И вы думаете, о, ну вот где бы купить такой материал, чтобы пришить эти красивые рукава на безрука на платье. За 12 евро покупаем вот такое. Отрезаем эту юбку и делаем два рукава. Ну да, кто шить умеет, это просто, конечно, находка для шпиона. Здесь вот такая жилет. Помните, как вас обманули этот мех гораздо лучше. Ну почему нет? Да, на старое пальто можно вот такой прелесть купить. И будет шик, блеск, красота. Ну вещи из Зара тоже здесь присутствуют. Не только вещи, которые продаются в Стокмане. И натуральный пурбери шарфик. Тоже вот такая шерсть красивая. Почему бы не купить? Очень много хороших фирм, достойных фирм. Ну есть, конечно, и бюджетные. Они все вот такое прям бриллиантовое, дорогое. И посмотрите, здесь тоже Аминам Парика. Это известная ее обувь. Очень красиво магазин оформлен. И здесь у нас очки, бижутерия, шарфики. Вот, как говорится, будьте любезны. Ну и, конечно, никаких подделок. Это все мы прекрасно понимаем. В Финляндии подделки запрещены. То есть, если вы что-то вот такое продаете, должно все быть а-ля натурель. Ну и вот эти 42 евро бусы понравились мне. Но черный вот этот шнурок не внушил мне доверия. Очень красивый магазин. Здесь продается косметика. Здесь вот тоже большой выбор. Будьте любезны, я посмотрела вот эту красную помаду. Ну и мы с Пупсиком приехали с утреца. Помните, что с утра финские пенсионеры в Тампере имеют возможность приехать на автобус или на трамвае со скидкой. Ну и дальше мы идем по стокому, по третьему этажу. Ну и здесь у нас, конечно, посуда и финский дизайн. И первое начинается пентик. В моем спальном районе есть большой магазин пентик Outlet. Я, конечно, мимо не могу пройти. Он находится рядом с призмой. Прямо иду даже с продовольствием. Но все равно голова поворачивается на этот магазин. Если тусуетесь в Тампере, до Лиалахте, приехать 10 минут на машине, конечно, пентик Outlet. Это находка для шпиона. Но все равно скидки присутствуют. И здесь, будьте любезны, на пентик 20% скидка вот на эту серию. Ну и красный цвет. Красный цвет. Это цвет Рождества. Это цвет Нового года. Многие финны не отмечают Новый год. Это не их праздник. Они воспитаны, что нужно отмечать Рождество. Ну и хороший пример. Если вот купите такой букле материал и сами сварганите вот такой пледик. 159 евро этот плед стоит. Да, конечно, если что-то ты руками делать умеешь, это всегда просто супер. И вот эта серия продается уже давно. То есть, конечно, ничего нового никто придумать уже не может. Ну и все помнят мое пристрастие к мумитролям, мумикам. Мумиков я показываю всегда. Это, конечно, Тувы Янсон. И здесь у нас студики. Греется у Камина Спикку Мю. 36 евро 90 центов стоит. Вот эта красота. Да, конечно, много раз люди покупают. Покупают в подарок. И когда мы в Хельсинки, я помню, я снимаю. Конечно, цены просто безоблачные, заоблачные. В такс-фри, в аэропорту, в магазине можно купить гораздо дешевле. Ну и, конечно, все написано по-фински. Вот эти все герои. Многие читали эти книжки. И, конечно, хотят купить в подарок вот такую красоту. Ну и здесь у нас Рова Вильянка. Вот эта тетенька с таким, знаете, несприятным, скажем так, голосом. Ну и Нинни. Накю мятон тютто. Нинни – девочка, которая исчезла. И потом она опять стала вот такой хорошей и прилежной. И опять она стала быть видимой. Ну и Арабия. Это тоже финский бренд. Вот многие помнят, когда мы у Пайви в гости, я показываю вот ее, эту посуду. Да, конечно, финны хотят купить свое. Хоть бы какое китайское не выпускалось, все равно они собирают свое. Ну и тема, конечно, это вообще, как говорится, находка для шпиона. Потому что можно собирать всю жизнь. И она никогда не кончится. То есть можно купить чашки, блюдцы, амия, старьотин и так далее. Ну и вот эта серия 60-х годов. Желтая и зеленая. Ну и вот такую сеню посуду имею я. Да, конечно, я обожаю нашу посуду. ЛФЗ, кобальтовую сетку. Но с другой стороны, почему бы не купить и финская. И вот эти чашки стоят 22,90, когда мы у Пайви на новосельях. Я показываю и говорю, что да, конечно, они не бюджетные. Но многие финны покупают на Рождество, на Новый год, на День рождения, на именины. И вот так всю жизнь они собирают свою эту посуду и имеют большой запас. Вот эти подсвечники собираю я. Я много раз показываю свою каминную. Красные самые дорогие. Потому что в изготовлении красного используется золото. Поэтому они самые дорогие. Ну и на светлые бывает иногда скидка. Мне нравятся зеленые и темно-синие. И вот с этой подставкой я прикололась. Говорю, Кеюшка, подумай, что это. Он говорит, подставка под книгу. Я говорю, нет, это вот типа тубарета, чтобы присесть. 240 евро стоит. Вот два, если мы купим, просто их мармелад. Да, 480 евро. На вот два таких тубарета мы можем потратить. Стоим с ним, смеемся. Да, конечно, цены в Стокмане просто заоблачные. Это дизайн. Ну и вот такие свечи. Дизайн тоже не знаю, кому нравится, кому нет. Но мы пошли дальше и мы пришли в Арика. Арика это, конечно, известная фирма финская. Многие покупают Арику посуду. Многие покупают украшения деревянные, тонту и так далее. Ну и помните, наверняка, много раз я показываю их известные, вот эти свечи, наборы. Ну и минималисты тоже присутствуют. Многие не хотят никакой ёлки. Хотят всё вот так и минимально. Ну почему не поставить на стол вот такую свечку или ёлку минималиста? Тоже, мне кажется, всё очень миленько. Ну и много подарочных наборов уже упаковано в коробочку. Как говорится, подпиши, кому ты хочешь подарить. И вот такую ёлку я показываю в прошлом году в призме. Можно купить другому человеку подарок. Ну да, почему нет, я считаю, что если такая возможность есть, почему бы другому человеку не сделать приятно. Большой отдел Мари Мекко находится на третьем этаже. Ну и здесь, конечно, Мари Мекко вот такой большой выбор. Есть и халаты, и полотенца, есть постельное бельё, посуда и так далее. Всё, что душеньке угодно. Ну и вот про вкусняшки я вообще молчу. Можете себе представить, сколько сейчас люди накупят вот этого всего, чтобы понести на работу, понести соседям, подарить, как говорится, какому-то другу. Да, очень много вот этих дорогих вкусняшек, которые продаются на третьем этаже в Стокмане. Ну и вот такую подушку смеюсь я. Я говорю, ты будешь ложиться, и вот этот нос всё время будет впиваться в спину. Смеёмся с моим. Ну, с другой стороны, почему нет. Конечно, здорово, что есть вот, как говорится, вайхтоэхтоэ. И посмотрите мебель Alvar Aalto. У меня есть большой обзор из этого магазина. Этот магазин находится в моём спальном районе. Да, эта мебель, конечно, известная финская. Многие были в выборке в библиотеке и видели этот дизайн. Ну и, конечно, известный их тубарет. Вот 275 евро на трёх ножках. Да, конечно, это никакая не икея. Ну и вот это кресло 3333. Да, вот такая цена. Да, конечно, очень дорого. Ну, опять же, люди покупают, кто хочет купить финское. И, народ, вы не поверите, мне понравилось вот это постельное бельё сатиновое. Мы несколько лет назад купили точно такое синее. Да, конечно, очень приятно на таком белье лежать. И вот этот цвет мне нравится. То есть, конечно, всегда нужно прикладывать постельное бельё к руке. У меня у самой кожа с краснинкой. Если я ещё лягу на розовое бельё, я буду как маленький поросёночек. Конечно, да, бельё должно быть вот такое, которое подходит к вашей коже. 39,95 вот эти подушки понравились мне. Да, и, конечно, розовая подушка. Вот она одна внизу была со скидкой. Много подарочных комплектов. И помните, я снимаю в Икеа и показываю даму, которая сшила из постельного белья комплекта вот такой пижамный костюм. У неё была накидушка сверху на больших пуговицах и широкие брюки на резинке. Да, конечно, почему нет? Если вот такой сатин, катон блестящий можно купить, минус 50%, 44 евро будет оставаться цена. После Рождества всё будут продавать большими скидками. И кто умеет шить, да это просто шить, блеск, красота. Вы в жизни не купите такого костюма, если действительно кто-то умеет руками делать. Очень много вот в таких подарочных лотках. Ну да, подпиши, как говорится, и уже можно подарить. Не надо искать бумажку, во что это завернуть. Вот это постельное бельё нравится мне. Да, вот такой блестящий эффект. И мне кажется, даже приятно на такое бельё трогать. И честно говорю, я бы даже эту коробочку не выбрасывала. Если бы я купила это постельное бельё, в такую коробочку можно складывать те же нитки, иголки и так далее. И вот это нравится тоже мне, но слишком бледновато. То есть вот этот небесно-синий, конечно, не мой. Лучше бы было немножко потемнее. Но с другой стороны, почему нет? И посмотрите, одно время рекламировали шёлковые навлочки. Кто боится морщин, вот купите натуральный шёлковый навлочку 80 евро. Да, почему бы не купить, если морщин мы боимся. И мой муж сказал, Ольга, я нашёл тебе подарок на Новый год. Я говорю, ты что, с ума сошёл? Если ты мне такое подаришь, я с тобой разговаривать перестану. Это кума пулло, то есть наша грелка. Вот кто помнит грелки, которые были у нас, когда я жила в Ленинграде, у меня тоже была грелка. 44,90 стоит вот эта грелка. И, конечно, да, подарок такой сомнительный, скажем так. Но с другой стороны, никогда не знаешь, может быть, кто-то и обалдеет от счастья, если человеку подарят вот такую грелку. Вот такую бутылку. Одно время мечтала купить я, но вот сейчас даже она у меня в руке упала. Думаю, не дай бог, такая упадёт в раковину, расколется просто пополам. Да, конечно, очень тяжёлое это стекло. И мой муж всегда прикалывается и говорит, кой макая. То есть вот если нужен человек, который лежал бы на этой кровати, он бы с удовольствием согласился вот на такую работу. Я говорю, ну, конечно, кой макая всегда вот, как говорится, здорово. И здесь уже прям с картинкой, если вы печёте пипарка, кое вот это печенье 3,10 стоит вот эта штучка. Ну и кексики, вот, пожалуйста, будьте любезны, вот такая красота получится. У меня обыкновенная вуака, то есть из обыкновенной вуака тоже эти кексы всегда получаются. Ну и я говорю, кто умеет шить, купить на метр вот этой чебурашки и пошить те же подушки и ту же накидушку. И не надо отдавать 400-500 евро. Но, с другой стороны, многие шить не умеют и купят с удовольствием. Вот эти подставки одно время были, но настолько популярны, куда не приходишь в гости у всех эти подставки. Она кладётся в холодильник, когда она холодная. На неё можно выкладывать сыр, особенно летом, когда жарко, чтобы сыр не плавился. Если делаете какой-то фуршет, вот такая подставка, самая то. Но, опять же, это мнение моё. Очень она тяжёлая. Мне даже было в руку не взять. И здесь у нас 24 штучки, 45 евро. Вот на Рождество. Красивые эти мармеладки. Мармелад из баночки. И посмотрите, какая цена за килограмм. 2,60 вот эта малюсенькая баночка. 36 евро кило этого варенья. Ну, очень дорогое варенье. Ну, баночка красивая. Только если купить из-за баночки. Но можно купить наверняка и более бюджетнее. Мы спускаемся на второй этаж. И здесь была женская одежда. Женскую одежду они сдвинули. Ну, это всё понятно. И здесь вот такой рождественская ярмарка. Да, конечно, всё на Рождество. Хотя сейчас призывают. Люди не скупайте, люди не скупайте. Магазин практически пустой. Но пройдёт ещё какое-то время, и все рванут. Потому что, да, все хотят красиво нарядить свой дом. Ну, и я, конечно, смотрю на свои коробки, которые есть. У меня в наличии, я, конечно, могу нарядить два дома с этих украшений, которые имею. Ну, и я помню, Марина Миккина, блогер из Питера, собирает вот таких балерин. Да, очень красивые эти балерины. Ну, и я собираю ангелочков. Вот ангелочек в такой пачке. Это, конечно, моя мечта. Но я уже перестала скупать просто из-за того, что некуда, некуда это вешать, некуда это складывать. Но вот эти ангелочки, это, конечно, просто моя мечта. И здесь, посмотрите, какая милота в розовом, в шарфике. И вот какие красивые крылышки. Да, конечно, ангелочки. Могут быть 12 месяцев в году, не обязательно только на Рождество. Много, конечно, красивого. Я думаю, много не раскупится. И пройдет какое-то время, все будут продавать минус 50%. Ну, и здесь тоже вот такая в розовом цвете. Посмотрите, и шубка, и рукавички. Какая приятная крыска, лариска в розовом цвете. Ну, и здесь ангелочки. Я, конечно, ангелочков покупаю. Но мне главное, чтобы у ангелочка было приятное лицо. Ну, и теперь, конечно, сумочки. Ну, кто может пройти мимо сумочек? Сумочки минус 40%. Это все прекрасно, я понимаю. Лето кончилось быстро. И вот это все нужно быстро продать. Сумочки все натуральные. Здесь у нас Майкл Корс. Ну, да, почему нет? Посмотрите, какие цвета. Тут и фуксия, и зелененькие. И, как говорится, на цепочечки и побольше, и поменьше. Но просто шик, блеск, красота. Ну, и вот эта тоже сумочка неплохая от Майкл Корс. И здорово, что есть молния. То есть не то, что чья-то рука может залезть в твою сумку. Ну, и прицениться здорово, потому что здесь вот такая таблица. Вы видите, какие цены. Ну, вот эти малютки тоже какие милые. Вот эта сумочка понравилась мне. Она напоминает 2,55 от Шанель. В принципе, такого же размера. Но здесь, как говорится, нету вот этого длинного ремня, про что всегда говорю я. И нету молнии. То есть обыкновенная пипочка. А так, конечно, она напоминает сумку от Шанель 2,55. Ну, и сейчас все минус 40%. Вот эти штучки на голову. Но я хочу точно такую только цветную от Мари Мекко. И с этой стороны еще сумочки минус 40%. Вот, пожалуйста, как говорится, будьте любезны, почему бы и не купить такую сумочку в подарок на Рождество или на Новый год. Ну, и здесь у нас у входа, конечно, самая красота, самая милота. Будьте любезны, вам упакуют их, чтобы вы могли положить этот подарок под елку. Ну, и у нас подарки только на Рождество, на Новый год. В нашей семье подарков нету на Рождество. Каждый получает то, что он, как говорится, заслужил. И вот так, на такой волне я со всеми прощаюсь. С наступающими подписывайтесь, не хворайтесь. Вам была Оля, Икею, из Тампыри, из Финляндии. Пожалуйста, напишите комментарий. Пожалуйста, поставьте палец вверх. И переходите. У меня открыл канал на Яндекс.Цене. Пожалуйста, подписывайтесь. Не хворайте. Всего-всего хорошего.